ДОЧКИ МАТЕРИ ДОЧКИ МАТЕРИ ДОЧКИ МАТЕРИ Если мы говорим сегодня о теме детей, о теме сказок и страхов, вы, я так понимаю, что кроме того, что пишете сказки, еще и думаете о том, как их можно практически использовать. Наша сегодня главная тема – это детские страхи и как с ними бороться, потому что очень часто родители запугивают детей теми же сказочными героями, там Бабай придет. Вот-вот-вот, серый волк, забачок. Да, забачок, вот это все помнят все детства. Да, да, ведь действительно, как бы детей учат к тому, что Боссе, если ты сделаешь плохо, тебе там сделать за это больно. А мне хочется предложить родителям другой вариант страха – бояться кого-то обидеть, разочаровать. И поэтому возникла одна такая, как бы, ну вот небольшая сказка, ее можно интерпретировать, взять за главного героя не добрую фею, вот как я взяла, а там дедушку или бабушку, да. Ну, в общем, то есть… То есть, по сути, это интерактивная сказка, которую можно переделывать, как кому хочется. Любую сказку можно переделывать, ее видоизменять, что-то вот добавлять и каждый раз по-новому вот рассказывать. И мне хотелось бы для, может быть, для родителей или для наших маленьких зрителей, ну, зачитать вот сказку про добрую фею. Я думаю, что с утра у нас еще сказки точно не читали, это будет круто. Ну что ж, друзья, готовимся к этому, и я предоставляю вам слово. Спасибо. Ждем сказку. Я хотела бы вам выделить какую-то фоновую сказку, называется «Добрая фея». Сказка о доброй фее. Жила-была на свете добрая фея. Она была невероятно маленького роста, так что взрослые люди ее практически не могли увидеть. Только дети могли ее разглядеть. Фея верила в силу добра, и она очень надеялась, что в мире много хороших и добрых людей. Потому она летала по всему свету и заглядывала в окна домов, чтобы убедиться в этом. Но часто ей приходилось горько плакать. Вместо счастливых лиц она видела, как люди ссорятся, обижают друг друга. Кстати, Витя, лица таких людей очень часто похожи на обезьян. Иногда фея видела хитрых, недовольных людей, капризных девочек и ленивых мальчиков. Много ей приходилось горевать. Фея глубоко вздыхала и продолжала искать добрых людей. Бывало, прилетит фея к старенькому дому, заглянет в окошко, а там люди живут, послушные, ласковые. Друг дружке помогают, заботятся, любят. Тогда добрая фея нарадоваться не может. Подолгу сидит у окошка и любуется добротой. И обязательно оставить таким людям свою волшебную искорку, которая приносит добрым сердцам неожиданное счастье или долгожданную радость. До сих пор добрая фея летает по всему свету и ищет, кому бы подарить свою волшебную искорку. Может быть, она и сейчас заглядывает в твое окошко? Вот так. Можете сегодня посмотреть в свое окошко прямо сейчас и творите добрые дела уже дома вместе со своими родными. Знаете, я просто очарован. Такой успокаивающий голос с утра. Друзья, просыпаемся. Еще не засыпаем. Сказки на ночь. Понимаете, дело в том, что если говорить ребенку о том, что, послушай, ну ты же вот расстроишь добрую фею, вдруг она, вот ты вот капризничаешь. А вдруг сейчас вот добрая фея вот заглядывает. То есть, скажем, такие добрые манипуляции не на золь героев, а вот на позитивные. Не на том страхе, сейчас меня вот как бы наругают, в угол вот поставят. А чтобы ребенок учился думать не только за себя, а и за других. Что своим вот поступком он может, ну вот как-то так. Если мы говорим о сказках для детей, то очень часто и пишут сказки для взрослых. Такое практикуете? Да, я практикую, потому что сказки же нужны всем, не только детям. Почаще бы взрослые читали бы именно сказки Андерсона, пожалуйста, Пушкина. Чтобы они понимали, что если они взрослые, они должны быть, то они должны быть тоже вот в этой нравственности. А не так, что он как бы вот научил вот ребенка, а сам живет как ему вот хочется. Виктор, вы часто пользуетесь общественным транспортом? Очень часто. Безумно часто. Ну, вы понимаете, почему вот нужна какая-то сказка, не знаю, про волшебный трамвайчик? Научить людей доброты. Да, вот уступать место, не кричать, не толкаться, да, быть терпимым. Поэтому у меня тоже в проекте будет такая сказка про волшебные трамвайчики, который сломался, и люди все вот опоздали на работу, потому что они были какие? Злые, да? Если мы говорим вот о сказках, а не какое-то воплощение, планируете, чтобы было в виде книги, чтобы большое количество людей могли прочитать? Обязательно, у меня планов много, много мечт. Ну, пока только я занимаюсь аудио, да, как бы мы записываем в студии аудио-версию. Это очень удобно, когда ты приходишь уже вот уставший, а ребенок требует мама-сказку, ты включаешь телефон и вместе с ребенком засыпаешь, да, под аудио-сказку. Но я человек щедрый, и мне хочется дарить подарки. И иногда у меня бывает такое фото-аудио-сказка. Вот, как раз об этом проекте тоже хотелось бы поговорить, потому что не просто так мы сегодня вспомнили о дочке-матере клубе, потому что именно участники этого клуба, ну, получили эти подарки от вас. Одна из них, это Екатерина Жульна, наша режиссер, между прочим, которая вместе со своей Анечкой, которую заочно все называют принцессой, тоже получила такую фото-сессию. Что это у них было за сказка? У них была сказка «Приключения Нюши». Они сами меня вдохновили вот этой темой. Кстати, это впервые в жизни появилось фото-аудио-сказку благодаря этому проекту. Ну, раньше были аудио-сказки или фото-сказки, как бы, да, вот раздельно. Вот, ну, как-то так. Я хотел бы, если есть такая возможность, может, взрослую сказку еще бы прочитать. Давайте взрослую сказку, да. Но хотелось бы для тех, чья работа связана с маркетинговой отраслью, дать им такой, как бы, пример, как можно еще... То есть вы еще и обучаете во время прочтения сказок? Если кто захочет, да, а кто-то, может быть, пройти мимо моих советов. Сказка про цветочницу. Вот так. Так что, друзья, у кого есть цветочный магазин? Не только же Димя Талпи пиарится на цветах. Поэтому, друзья, все берем пример и слушаем сказку. Сказка про цветочницу. В одном небольшом южном городке жила одна примилая женщина. Она была улыбчивой и всегда выглядела опрятно. Розовая ажурная шляпка закрывала ее лицо от палящего солнца, а длинное цветочное платье украшало ее в любую погоду. У нее был самый красивый сад. И потому все называли ее цветочницей. Рано утром она срезала самые красивые цветы и выходила в город на центральную площадь, чтобы раздавать их прохожим. Цветочница верила, что таким образом она сможет украсить весь день каждого жителя своего небольшого южного городка. И это было так. Потому никто не приходил мимо ее цветов. Но каждый старался отблагодарить цветочницу за ее щедрое сердце. Кто мог, давал ей одну монету, а кто был побогаче, давал ей несколько золотых. А если мимо проходил бедняк, она улыбалась ему больше всех и дарила самые лучшие цветы. И никогда эта удивительная женщина не была в нужде, ведь всю свою прибыль она делила на три части. Одну оставляла себе, вторую на уход и удобрения для сада, а третью часть его дохода она раздавала нищему. Вечером в садовнице приходила домой, поливала цветы, а на утро вновь шла на центральную площадь с корзинками лучших ароматных цветов. Вот такая история. Друзья, опять-таки, учит нас добру и мотивирует его делать. Вам спасибо огромное, что делаете мир крашен такими сказками, такими позитивными историями. Очень приятно было, думаю, не только мне, но и нашим телезрителям проснуться под интересные истории, которые рождаются, я так понимаю, благодаря николаевцам, жителям южных городков. Я нагодую еще раз, что сьогодні у нас в гостях была людина, которая занимается творчеством, Анастасия Рудницька. Я сподіваю, что это не остальная встреча в нашем эфире. Зранку вас будем ждать.